Горки, качели, карусели, турники, тренажеры, песочницы и многое другое. Все детские площадки укомплектованы по-разному. Но главное требование – максимальная безопасность и сведение к минимуму возможности несчастных случаев. Социальный патруль решил проверить, насколько запорожские площадки соответствуют этим требованиям. Первыми инспектируем площадки в Днепровском районе города. Попробуем провести визуальный анализ этой детской площадки. Здесь, как и положено, по периметру есть ограждения в виде старых автомобильных покрышек. Также здесь расположены мостик для перехода, несколько лесенок, песочница и три качели, две из которых уже пришли в непригодность. По внешнему виду конструкции можно предположить, что им не один десяток лет. Несколько слоев краски, ржавчина – это не самое страшное и, в принципе, не опасно. Но состояние двух качелей приводит в ужас. Ребенок тоже может попробовать так покачаться, но это может быть крайне опасно. А к этой качеле вообще страшно подходить. Теперь мы заходим в соседний двор. Эта площадка выглядит поновее. Кроме качелей лестниц, здесь есть струнки для подтягивания, теннисный стол, горка и карусель. Но вот покататься на ней навряд ли получится. Видно, что когда-то по бортику песочницы со всех сторон были деревянные сидения, но их почти не осталось, а кое-где торчат болты и металлические уголки. Кроме того, несмотря на то, что с двух сторон площадки внутри дворовые дороги, никакого ограждения здесь нет. Внешний вид и техническое состояние следующей инспектируемой детской площадки приятно удивило. Эту площадку по праву можно назвать развивающим комплексом. Развлечения для себя здесь найдут дети разных возрастов. Кроме стандартного набора игровых конструкций, здесь есть спортивный комплекс с мостиком, турниками, спиральным спуском и тренажеры. Их состояние не назовешь идеальным, но все работает и, судя по всему, не представляет опасности. Также на площадке установлено несколько урн и скамеек. Следующая площадка тоже расположена в Днепровском районе в парке журналистов. Это одна из самых больших площадок района. Марина Щербань как раз гуляла на ней со своими детьми. Говорит, здесь есть опасные для детей места. Вот это бы убрало, те качели бы убрало, потому что они технически непригодны. Нет, горка. Это действительно опасная горка. Она очень высокая, там острые края, и уже очень много лет пора бы поменять. Кроме этого, боковые ограждения горки тоже представляют опасность. А это уже центр города – парк трудовой славы. Когда-то на этом месте была кирпичная крепость. Около двух лет назад ее заменили модульным игровым комплексом. Яркий, красивый, с несколькими локациями для игр. Но на этом плюсы заканчиваются. От годика здесь уже гуляют. Здесь бегают все. Это единственный парк, где можно, ну, замок, где можно хорошо погулять. Но он просто в запущенном состоянии. Его ни разу не ремонтировали, сколько уже, два года, получается, прошло. Поэтому мы в шоке от того, что здесь хорошо, но плохо. Елена рассказывает о проблемных местах этого игрового комплекса. Это так называемые цепочки и канатка. Проблема в том, что дощечки должны быть скреплены между собой цепями, но их нет. И когда дети по ним ходят, они сильно расходятся, что может привести к падению. А канатка растянулась и порвалась снизу. Тут все падают, все калечатся, всех замирают сердца, когда дети здесь бегают. Потому что внизу нельзя погулять и вверху, потому что детки падают. Единственное, что спасает от серьезных травм, это мягкое покрытие внизу. Социальный патруль проинспектировал не все площадки. Но даже этого достаточно для того, чтобы понять, что они требуют хозяина. Детских площадок и развлекательных комплексов в Запорожье много. Но кто должен следить за их техническим состоянием и заниматься их обслуживанием, с этим вопросом мы обратимся в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Полевой говорит, пока у них нет четкого понимания того, сколько в городе площадок и на чьем балансе они находятся. Для того, чтобы упорядочить этот процесс и понять, кто же должен эти площадки детки содержать в исправном состоянии, в безопасном и так далее, нами намечена и уже проводится инвентаризация всех этих малых архитектурных форм так называемых. Инвентаризацию доверили коммунальному предприятию «Наше место». В течение двух месяцев ее планируют закончить. Когда мы получим результат, сколько же их и на каких территориях они находятся, мы будем принимать решение о том, кому на баланс передать эти площадки. Соответственно, появится у них хозяин и балансодержатель, так называемый, который будет обязан их содержать, ремонтировать, красить, следить за ними и так далее. Предположительно, балансодержателей будет несколько, но это только в планах. А пока родителям остается внимательно следить за досугом своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok